В войну Зоя Барахова работала на Кемеровской электростанции. Девчонка сразу после школы, без выходных и часто голодная. Она трудилась во имя победы, а почти вся ее семья воевала на фронте. Молодой тогда был город Кемерово. Десять лет ему отмечалось в то время. И электростанции тоже построены только что, молодая. Там уже мы работали, там, где нужно было. В общем, на топливоподаче самый такой тяжелый труд был. Где бы работали мужчины, их всех забрали. И нас, девчонок, поставили на них вместо. И вот и мы трудились. Без выходных. Без... Спасибо. Спасибо. Вспомнить трудно. Трудно вспомнить как-то. Голодовали, все было. Сегодня Зоя Барахова получила юбилейную медаль к 75-летию Великой Победы. Вместе с ней памятные награды вручили еще пятерым ветеранам. У них уже, они все в таком возрасте, когда сложно иногда назвать, что это вот такая полноценная жизнь, да. Но они свидетели этой мирной жизни. И чтобы еще последующие поколения наши и молодежь, они понимали, что война досталась очень тяжело российскому народу. И чтобы никогда не повторились эти ужасы войны. Поэтому это учеба еще и для нашего, наше продолжение, это молодого поколения. Поэтому, конечно, очень чувствительно, очень грустно. Но, тем не менее, это очень приятная миссия. Поделиться своими воспоминаниями о войне готовы и ветераны, в их числе и Зоя Барахова. Она хранит свою историю о войне в воспоминаниях, фотографиях и других реликвиях. Все это она готова передать в дар Музею Победы. Ирина Шавлюк, Владимир Селиванов. Местное время.